Здравствуйте! Снова с вами я, Дун Хао, и программа Китайская Кухня. Если вы хотите повысить свой иммунитет, то обязательно нужно употреблять с пищей витамины. Много витаминов содержится в кумхвате. Он входит в состав блюда, которое мы сегодня научим вас готовить. Это тушеная говядина с кумхватом. Тел Миньяо, шеф-повар. Сегодня в меню тушеная говядина с кумхватом. Что ж, давайте перечислим основные ингредиенты. Основные говядина, измельченный бояршник, кумхват и корень лотоса. Так, а следующие у нас получаются приправы, да? Да, кетчуп, сахар, соль и усилитель вкуса. Здесь еще молотый перец и рисовое вино. Так, ингредиенты в составе блюда помогают, как говорят специалисты, увлажнить организм. Да, например, кумхват, не так ли? Да, кумхват и корень лотоса. Так, что же мы будем делать сначала? Ну, вначале нарежем говядину. Сегодня мы выбрали говяжье мясо с прослойками сала. Часть мяса с живота коровы. Эта часть идеально подходит для варки. И так нарежем ее кусочками. У этого типа мяса очень хорошее соотношение жирного и постного мяса. Поэтому она идеально подходит для этого блюда. Так, нарезали полосками, а теперь нарезаем кусочками. Многим не нравится специфический запах крови. Как же его убрать? Обычно мы убираем специфический запах крови у мяса, положив его в воду. Но сегодня повар-тяу покажет нам другой способ. Можно убрать неприятный запах с помощью воды. Но можно также немного прожарить мясо с луком, имбирем и рисовым вином. Я сегодня покажу, как это делается. Ага, хорошо, хорошо. Можно немного прожарить мясо с луком, имбирем и рисовым вином. Этот способ очень простой и довольно быстрый. Так, сейчас я нарежу лук и имбирь. Если говядина свежая, то можно воспользоваться этим способом. Если нет, тогда используйте первый способ. Убирайте неприятный запах с помощью воды. Так, сейчас нарежем лук с имбирем тонкими полосками. Немножко обжарим лук с имбирем. А потом уже выложим на сковороду мясо. И немного прожарим. Чтобы убрать неприятный запах, еще тоже добавим рисовое вино. Да, да, рисовое вино. А после этого нужно залить мясо водой. Да, да, да. И используем только горячую воду. Горячую, да. И кроме того, воду лучше использовать только один раз, чтобы сохранить оригинальный аромат наших ингредиентов. То есть нельзя использовать по второму разу. Вы пока потихоньку жарьте мясо. Хорошо. А я нарежу корень лотоса ломтиками. Как только мясо поменяло цвет, стало заметно, что оно уже немного прожаривается. Когда мы готовим таким образом свинину или другое жирное мясо, сало в них постепенно ужаривается, а мясо становится вкуснее и аппетитнее. Мне кажется, что когда добавляешь боярышник, мясо становится более мягким. Так ведь? Да, боярышник это замечательная приправа для мяса. Во-первых, оно улучшает пищеварение, а во-вторых, мясо с ним становится, готовится быстрее. Теперь добавляем кетчуп. Кетчуп. Сейчас перемешиваем. Добавили. Перемешали. При приготовлении супа можно делать точно так же. Сначала обжарить ингредиенты, а потом добавить воду. Так, интересно. А теперь добавили корень лотоса. Угу. Да. Когда все прожарится, тогда зальем водой. Отлично. Горячее. Так, вот столько хватит, наверное, да? Скоро появится красная пенка, мы ее снимем. Угу. Так, у этого супа очень красивый цвет, насыщенный такой. Да, очень насыщенный. Угу. Говядина с кетчупом – это очень хорошее сочетание. В говядине очень много кальция, кальций хорошо усваивается. Если есть его чем-нибудь кислым, тогда он еще лучше усваивается. Когда мы снимем пенку, то можно немножко уменьшить огонь и продолжить тушить мясо на медленном огне. Да, 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 пена нам абсолютно не нужна. Продолжаем тушить мясо на медленном огне в течение 20 минут. Ну, наставник Дио, 20 минут уже прошло. Что мы будем делать дальше? Так, суп загустел. О, какой запах. Да. Теперь начнем добавлять приправы. Берем кумкват. Его можно есть кожурой. Поэтому просто разрежем его пополам. Так, разделим пополам. Угу. В кумквате много витаминов. Он также обладает лечебными свойствами, помогает помизить поднявшуюся температуру и способствует выздоровлению. Лечит от кашля. Наше сегодняшнее блюдо имеет оригинальный кисло-сладкий вкус. Мясо очень мягкое. Сейчас мы можем добавить соль. Угу. Соль. Теперь молотый перец. Так, перец. Так как боярышник довольно кислый, как кетчуп, мы можем добавить чуть больше сахара. Вот красота. Очень насыщенный красный цвет. Да, вот приправы. Еще потушим 20 минут. Да, 20 минут на медленном огне. Подождем еще немного. Так, 20 минут прошло. Да, суп стал кисло-сладко-соленым. А его цвет насыщенно красным. Да, мясо, кумкват, корень лотоса, все сварилось и стало мягким. Так, такой суп особенно любят в городе Чао-Джоу. Да, сейчас мы уже можем выливать суп из кастрюли. Так, этот суп очень полезен и обладает лечебными свойствами. Да, очень полезен. Можно его есть осенью, да и в любой другой сезон для профилактики. А чтобы суп стал еще ароматнее, мы можем посыпать его сверху кинзой. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами программа «Китайская кухня». Блюдо простое, но таит секрет. Приготовим и посмотрим, верен ли ответ. Сегодня с вами мы будем готовить ароматную хрустящую жареную в масле лепешку, которая нравится и детям, и взрослым по всему Китаю. Надеюсь, она понравится и вам, дорогие зрители. Итак, поприветствуем нашего профессионального пекаря Либо. Либо – профессиональный пекарь. Сегодня научит нас готовить блюдо, которое широко распространено по всему Китаю – жареную в масле лепешку. Что ж, расскажите, пожалуйста, об ингредиентах. Ну, тут все просто. Нам нужна мука, как и для любых мучных изделий. Мука. Так, масло сливочное. А это яйцо. Мы его уже разбили. А это что? Это соль. А, так. А такая кастрюля пойдет для приготовления этой лепешки? Да, можно, можно. Ясно. Так, то есть нам блинница не понадобится? Нет. Тоже можно, конечно. Но сегодня я хочу показать вам, как приготовить лепешку в специальной кастрюле. Так, ну что ж, какой наш первый шаг? Так, ну, первый шаг – замесить тесто. Лучше использовать муку высшего сорта, тогда тесто легко раскатывать, и лепешка получается аккуратной. А, ясно. Тесто будет эластичное такое. Теперь добавим сливочное масло. Угу. Сливочное масло. Соль не так много. Она также придаст тесту эластичность. Разбиваем сюда яйцо. Угу. Обычно на 500 грамм муки нужно одно яйцо, 25 грамм сливочного масла, и немного соли. Воды 200-250 грамм. Так, воду вливаем. Воду вливать нужно постепенно. Влили немного, перемешали и влили еще чуть-чуть. Ну, давайте я вам помогу. Хорошо, давайте. Спасибо. А, не за что. Итак, все наши составляющие очень полезны для здоровья, так вы? Точно. Не торопясь, месим тесто. Угу. Замесив его, дадим ему подняться. Да? Да. Да. Теперь, когда тесто поднялось, нужно его скатать в такую колбаску. Не слишком длинную, но и не очень короткую. Посыплем доску мукой. Теперь возьмем скалку. Берем скалку и раскатываем. У нас получится такой вот прямоугольник. Угу. Блин прямоугольной формы, да. Чтобы его раскатать, нужно посильнее растянуть его к каждому углу. К каждому углу, да? Да. Хорошенько раскатываем тесто, чтобы получить такой вот прямоугольный блин. Ага. А что же делаем дальше-то? Да, возьмем кисточку и намажем блин растительным маслом. Тонким-тонким слоем. А дальше тонким слоем сливочного масла. Да, я слышал, что сливочное масло особо не используется в китайской кухне, так ли? Да, в основном в кухне западных стран. Теперь складываем. Вот так. Так, сложили. Два слоя. Так, и теперь еще раз мажем, да? Да, мажем еще одним тонким слоем масла. Хорошо. Сложная процедура, конечно. Да, два вида масла. Растительное, сливочное и растительное. Еще раз сложили и еще раз мажем. Нет, больше не надо. Переворачиваем и растягиваем. Растягиваем вот таким движением. Немного придавливаем сверху потом. Да, так оно будет эластичное. Вот так придавливаем. Теперь с одной стороны скатаем тесто. Хорошо. Вот так вот. А, да, похоже на улитку, по-моему, получилось. Да. И еще раз придавливаем сверху. Так, посильнее, да, придавливаем? Да. А теперь, сейчас нужно его снова раскатать еще раз. Раскатываем. Еще раз. Обратите внимание, что раскатываем мы, чтобы выгнать пузырьки воздуха. Тесто станет однородным. Да. И как раскатывать не имеет значения. Масло все равно останется внутри. Да, из-за того, что внутри тесто смазано маслом, оно может подняться слоями. Слои будут тоненькие, и лепешка получится очень вкусная. Вот такого размера, да. Не раскатывайте ее слишком тонко. А сейчас зажмем огонь. Да. Разогреем кастрюлю, нальем на нее масло. А в этой кастрюле мы можем, да, готовить? Можем, да. И масло немного наливать? Немного. Вот столько. Выложим тесто на дно кастрюли, той стороной, на которой видны слои лепешки. Да, именно той стороной. Да. Будем печь на сильном огне. Можно немножко подвигать лепешку в кастрюлю, чтобы она равномерно разогрелась. А теперь перевернем. Так, цвет стал золотистым таким. Да, красивый золотистый цвет. Первый раз вижу, как лепешку готовят в такой кастрюле. Когда с двух сторон тесто станет одинаково золотистым, можно выключать огонь. Так. Ну что ж, выключаем огонь. Переворачиваем на ту сторону, где видны слои. Ой, какая красота. И главное, очень вкусно. Такую лепешку готовила моя мама. Настоящий пекинский вкус. Можно есть при помощи палочек, но и руками можно тоже кушать. Да. Итак, у нас получилась ароматная пшеничная лепешка. Спасибо нашему повару. Увидимся с вами в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!